Черные мифы и негативная самоидентификация как способ разрушения русского мира. У меня в руках такое интересное исследование, которое провела компания Крибром, это один из крупнейших IT-центров в стране, вместе с Этартасом. Они изучали то, что я вынес в название своего доклада, небольшого, а именно черные мифы. Называется это «Войны памяти. Битва за прошлое». Изучали они учебники, учебники истории, которые имеют вхождение на постсоветском пространстве, ну а также сетевую активность молодежи, там более полутора миллионов человек попало в мониторинг. Сетевая активность, это понятно, лайки, репосты и тому подобное. Так вот, что меня потрясло? Ну, тема, чтобы было понятно, сейчас открою. Вот основные темы такие были, в принципе, они для нас очевидны, да? Россия – агрессор, Россия – автор геноцида, ну, всевозможные вариации искажений в истории Великой Отечественной войны, ну и Россия – оккупант. Вот такие вот основные темы. Но что меня больше всего потрясло в этом исследовании, а не доверять ему нет никаких оснований, что более 80% вот этих вот фейков – это российские айпичники. То есть это россияне. Это никакой ни ЦЕПСО, ни ЦРУ, ни АНБ, да? Это россияне. То есть это мы с вами. Вот, на мой взгляд, это очень опасный синдром. Вообще, негативная самоидентификация, если вести речь о человеке, да, то она всегда ведет к депрессии, к болезням, ну и, в конце концов, к преждевременному уходу из жизни. Если говорить про народ, то негативная самоидентификация проявляет себя бунтами, смутами, пьянством, революциями и, конечно же, сепаратизмом. Вот пример Украины или Молдавии. Ну, Украина, особенно я, ты же при Балтике, да, вот он у нас перед глазами. Вот давайте попробуем разобраться, откуда все берется. Потому что, например, в Соединенных Штатах Америки, которые, между прочим, устроили геноцид коренного населения, то есть индейцев, и только за последние, там, 70 лет устроили более 50 войн в мире и огромное количество цветных революций, погубив, отправив на тот свет десятки миллионов человек, в основном мирных жителей, вот у них никаких этих фантомных болей почему-то нет. От слова совсем. Они себя считают патриотами, поголовно и совершенно искренне. То же самое, кстати, с европейцами. Вот они как-то не переживают ни за колонизацию, в ходе которой они целые континенты свозили на тот свет, ни за всевозможный геноцид целых народов, ни за крестовые походы, ни за охоты на ведьм, ни за столетние войны, вот не за весь этот кошмар, который они, за рукотворный кошмар. Ведь у нас ничего подобного и близко не было. Россия никогда никого не геноцидила, никогда никого не захватывала. К нам наоборот все приходили, просились, начиная от Малороссии и заканчивая там какой-нибудь Грузии, Армении, которые просто спасались от турецкого уйта. И русские цари еще очень долго думали, брать или не брать, потому что понимали, что за новых подопечных придется отвечать и придется их защищать. Россия вообще действительно уникальная цивилизация. Мы всегда вовлекали народы в свою орбиту. Наши правители умудрялись имплементировать ту земную элиту, начиная прямо с Ивана Грозного, который, как известно, татарское дворянство уравнял в правах с русским дворянством, раздашившимся тогда. И заканчивая, например, Николаем Вторым, который принимал делегации ФАБ-завкомов и стачкомов во время войны, в то время, когда его коллеги, те же англичане, например, просто подводили в случае каких-то забастовок и прочих стачек, они просто подводили артиллерийские орудия и разносили в дым целые заводы. А, например, во время Дублинского восстания англичане, это в Ирландии, если кто не знает, подогнали линкоры и снесли с лица земли этот город. Свой город. Просто потому, что они не ходили воевать за их колениальный интерес. И это было совершенно в порядке вещей у наших дорогих европейских непартнеров. Но злодеи почему-то мы. Вот они совсем не злодеи. Кстати, вот сказал про то, что мы никого не завоевывали, да, сразу там некоторые товарищи могут сказать, а как же Кавказ? А вот Кавказ, дорогие товарищи, мы освобождали от турецкого ига. Потому что большинство народов Кавказа до появления там предков Османской империи вообще были христианами. Но это отдельная история. А еще мы привыкли себя считать варварами. В отличие, например, от тех же немцев и американцев. То есть, вот куда ни плюнь, вот умная нация, да, вот всякие вот такие вот клише ходят. Но если быть честными, молодые люди, вы не хотите быть честными? Ну и уходите. Зря. А надо бы послушать. Было бы полезно. Вот если быть честными, то, ну как минимум, половину всего того, что нас окружает, если не больше, половину всех научно-технических открытий за последние 200 лет совершили русские. Посмотрите просто, залезьте в интернет, посервите, посервите, как это, погуглите, да, у вас дух захватит от количества наших великих гениев во всех областях науки, от количества наших открытий, в том числе тех, которых у нас пытаются украсть, всякие там небратья, американцы там и так далее. Но это факт, про который никто из вас, ну, кроме старшего поколения, скорее всего, не знает. А надо бы узнать и начать гордиться своей страной. То же самое с культурой. Россия создала абсолютно уникальную, величайшую культуру, величайшую в мире литературу. Ничего рядом с нашим Достоевским, например, нет. Величайшую музыку, оригинальную школу театра, которой, в принципе, Европа пришла уже после Станиславского и Немировича Данченко, да, после нашего великого балета. Оригинальную живопись, да, уникальную архитектуру. Знаете, когда ходишь по Парижам, мне в прошлой жизни приходилось достаточно много бывать на рубежу, и вот когда ходишь по Парижу, удивляешься, что вот они там какие-то все немножко недоразвитые. Вот у них Монферран построил что-то маленькое, а у нас Исаакиевский собор. Вот у нас они разворачивались, даже иностранцы на русской земле расцветали. Самое красивое место в Париже, знаете, какое? Мост Александра Третьего. Нашего Александра Третьего. Это Россия им подарила. А что же европейцы? Те самые, на которых мы пытаемся равняться. А у европейцев, дорогие товарищи, вот, наверное, не все, может, знают, но вот если походить по старой Праге или по старым городам той же Германии, то можно обнаружить такие интересные отверстия в балконах над мостовыми. Знаете, для чего они использовались? Вы правильно подумали, да? Знать гадило на головы проходящим простолюдинам и не только. Поэтому, кстати, мушкетюры носили широкопулые шляпы, чтобы, собственно, не очень страдать от этих проявлений гуманизма. Вот. Кстати, немцы до сих пор молятся всей семьей в одной ванной. Вот если вам... Не меняя воду, да? И вообще про баню они узнали благодаря русским. Вот. У них там такая вонь была в Лувре, что из-за этой воню пришлось строить Версаль. Потому что, ну, невозможно было хоть святых выносить, да? Пришлось вот королевский двор переносить подальше. Вот. И вообще у них там главное изобретение насчет парфюмерии, там, чесалки для блох, всевозможные эти самые, духи. Вот. То есть, на самом деле, вот отсюда у них и эпидемии. В России же не было эпидемий таких. Они там вымирали. Что не эпидемия, Европа сразу на треть вымирает. Почему? Потому что не мылись, потому что засранцы были. А мы на них равняемся, понимаете? Вот. То есть, вот если на таком сухом остатке, русские это самый талантливый в мире народ, который еще и другим дает развиваться. Вот. Кто бы ни оказался на нашей территории, они все здесь расцветали. Вот. А у себя там как-то ну, так, постольку, поскольку. И при этом мы себя считаем хуже других. Ну, конечно, есть объективные там и причины. В некотором смысле это часть нашего православного архетипа, вот, на котором, собственно, паразитируют запах. Ну, потому что православный человек, вообще христианин, исходит из того, что все мы люди грешные, надо каяться. Вот. Поэтому, собственно, мы и каемся. Ну, а Запад не кается. И просто паразитирует. Вот. И вот, теперь, собственно, мы закончим с такой шутливой формой, перейдем к более серьезным вещам, но, надеюсь, вы уже готовы их воспринимать. Я имею в виду, конечно, молодежь. Значит, я просто приведу один маленький пример использования вот этой негативной самоидентификации и вот этой вот черной мифологии. Это создание псевдоисторических национальных конструктов. Вещь-то совершенно не безобидная. Вот. Ну, собственно, можно проиллюстрировать примером Украины, которая, как известно, свою государственность получила от Ленина. И, в общем, не было никогда выставили такого государства. То есть, абсолютно фейковая государственность или там тот же Казахстан, который появился в 1936 году. Это был Казахстан. Или вот какие-нибудь прибалтийские недогосударства. Латвия, Эстония. У них не было никогда в истории государственности. Это все спасибо советской власти. Вот. Все города, которые там были, построили либо узкие, либо немцы. Но, тем не менее, как происходит внедрение вот этих вот исторических, точнее, псевдоисторических конструктов. Во-первых, конечно, через учебники истории. Ну, про учебники, про украинские учебники истории, наверное, все слышали. Вот. У меня есть такое хобби, когда мы ездим с гуманитарными миссиями на Донбасс, я привожу всякие учебники, правда, я не читаю по-украински, вот. Но, иногда диву даешься. Конечно, то, про что говорят, про этих щирых укров, которые ископали в Черное море, я такого не видел, честно. Вот. Но, учебники, это всегда продукт очень умной и тонкой пропаганды. Они присваивают себе наших героев, наших изобретателей. Вот, проехал, не знаю, какой-нибудь Сергей Королев мимо Украины, вот они вот тут же украинцы записали и так далее. Вот. Если Россия упоминается, то только в негативной коннотации. Вот, как захвачатся, как вот чего-то там насильницы и так далее. Если это учебник русского языка, могу проиллюстрировать, ну, просто не готовился, не успел подготовиться к презентации, хотя есть фотографии. Значит, ну, поверите на слово, можем выложить где-нибудь потом, может, на Катюше. Значит, вот они просто приводят русское написание слова, не говоря, что это русское, хотя, понятно, что 80% населения бывшего СССР говорит по-русски. И говорит, что это неправильно. А правильное написание это вот этот вот исковерканный суржик. Да, в общем, искусственный во многом язык, смесь малороссийских диалектов и всяких полонизмов и продуктов творческой лаборатории австро-ангерского и немецкого генштаба. Вот просто для примера посмотрели учебники Молдавии, ладно про Украину, вот там сейчас в молдавских школах в принципе нет предмета история Молдавии, хотя 78% населения называет себя молдаваном, а есть история Румынии и так далее. Вот не буду сейчас в это углубляться, могу единственное сказать, чтобы закончить про учебники, что, например, в Абхазии, которая существует за счет России, что там греха таить, все учебники, которые, кстати, издания, которые финансируют Россию, делают дедушка Сорос, и там пишут против ему народов, которые всю дорогу угнетало, да, и при жестоком царизме, и при советской власти угнетало свободолюбивые народы Кавказа. И такая ситуация у нас вообще везде. То есть, куда ни плюнь, к сожалению, картина одна и та же. Поскольку мне сказали две минуты, я превращу в три, мы посмотрим вглубь веков, откуда все взялось, и обнаружим в 16 век время Ивана Грозного, когда Россия оформилась как полноценный центр мира, полноценная держава, конкурент коллективному западу, тогдашнему Евросоюзу, когда мы присоединили Сибирь, разобрались со всякими новгородскими и прочими сепаратистами, Казанские, Атраханские ханства, все эти осколки Золотой Орды. Ну и, собственно, заявили о том, сделали заявку на выход к Балтийскому морю, Лимонская война. Ну, собственно, тут же появились всякие предатели вроде князя Курбского, тут же появился миф про Иоанна Теребл, Теребл ужасный по-английски, а у нас Грозный, значение совершенно другое. Грозный, который казнил за свою жизнь, за более чем 30-летнее царствование, казнил 3,5 тысячи человек, он, конечно, Теребл, по сравнению с каким-нибудь Варфоломеевской ночью, где за одну ночь вырезали 70 тысяч гугенотов, или английскими королями, которые за царствование казнили сотнями тысяч, по 3% населения казнили в среднем за царствование, Генриха VIII и так далее, современники все Иоанна Грозного, но они все белые и пушистые, они все, значит, в шоколаде, а Иоанн Грозный, конечно, Теребл. Началось с этого, потом вот эти исторические мифы, они развивались в каждом царствовании, но пока власть была русская и опиралась все-таки на русские смыслы, то есть на православие, ну, ситуация как-то еще более-менее удерживалась. Чем больше преобладал и народческий, и наведческий элемент в управлении, тем все становилось хуже. И чем меньше веры было в нашей элите, тем больше было всякой дури, да, всяких разных идей отвлеченных. В результате, собственно, мы остались без защиты и получили революцию и крушение, собственно, крушение страны два раза в течение одного века. И надо сказать, что то, что начато было еще во времена Ивана Грозного, то есть вот эта вот активная информационная кампания по дефамации, да, по мифологизации, черной мифологизации России, создание имиджа вот такой варварского центра, варварской страны, вот жестокого варварского центра, да, оно имеет место до сих пор, только оно вышло на совершенно другую, другой уровень. может быть, не все знают, но в Соединенных Штатах есть не только СРУ и ФБР, а есть такая разведка АНБ, бюджет, который сопоставим с бюджетом Пентагона. И вот эта вот структура целенаправленно занимается исключительно одним делом, поддержанием имиджа Америки за рубежом и продвижением ее, ну как бы, ценности. вот, то есть, то, что мы сейчас наблюдаем, вот это вот, вот это вот, умильное, всеобщий патриотизм американцев, да, это результат банальной манипуляции, банальной работы вот этих вот служб, многолетней, очень качественной, грамотной, в эту инфраструктуру вовлечены сотни мощнейших институтов, сумасшедших финансирования, специалистов, разный профиль. У нас ничего подобного нет, поскольку у нас то одну идеологию пытаемся на себя примерить, то другую, вот, сейчас вообще элита там не пойми, как сформирована, да, я его слепил из того, что было, вот, сейчас у нас очень тяжелая ситуация, поэтому у нас никаких аналогов АНБ нет, у нас есть только управление внутренней политикой администрации президента, которое нам пытается, значит, применить какие-то технократические приемы, ну, например, как рассуждает условный чиновник из администрации президента, говорит, что вот есть какой-нибудь инагент Моргенштерн, да, козел, да, сатанист, да, там, три шестерки на луке, да, там, наркоманы пропагандируют всякую ересь, но вот у него 11 миллионов подписчиков на ютубе, поэтому они пишут докладную записку, что вот смотрите, 11 миллионов подписчиков, мы сейчас этого Моргенштерна вербанил, и он нам приведет, значит, 11 миллионов не очень думающих молодых людей на выборы, но это абсолютная манипуляция, к сожалению, вот если мы не вернем русские смыслы, наши православные смыслы, наши исконные смыслы в нашу деятельность, деятельность нашей власти, жизнедеятельность нашей власти, то очень печально, вот это вот отсутствие понимания собственных целей, оно, к сожалению, обессмысливает все наши жертвы и отдаляет нашу победу, хотя в последнее время есть какие-то рубкие такие признаки того, что верховная власть, ну, в лице президента что-то начала понимать, принято указ о защите традиционных духовных ценностей, там еще ряд нормативных актов, и как законодательных, так и подзаконных актов, да, про них уже нет времени поговорить, когда-нибудь в другой раз, то есть что-то начинает делаться, но очень медленно, надо быстрее, и надо возвращаться к себе, к русским смыслам, к русскому миру.